Радио Свобода 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 дней я уже знала, что они приехали из Волынской области, а самое главное, что я узнала о них, были они настоящими муравьями в человеческом обличье. Их рабочий день был безразмерным. Не пили, не курили, на ходу подхватывали работу друг друга, обнаруживая умение не просто делать все, а еще и очень хорошо. Как-то раз их бригадир Иван Яковлевич позвал меня. «А идите, Викторовна, со мной, посмотрите, что я вам покажу. За углом маленькой улочки я увидела такую картину. К белоснежной стене дачного домика приставлены четыре лестницы. На них распластались в черной одежде двое молодых ребят с поднятыми руками. На средней лестнице они поместили по одной ноге, и по одной ноге на боковых лестницах. Выглядело все это вместе, как китайский иероглиф. Бригадир смотрел на них с умилением. Вы видите, как они черти работают, как справно двигают доски под самой крышей. Научились таки все делать правильно и красиво. Ребята оказались его сыновьями. Так я стала свидетелем того состояния, которое называется настоящим счастьем. Мне для вдоха не хватило целой улицы воздуха. Через некоторое время в семье Ивана Яковлевича появился третий сын, и сразу пятнадцатилетний. Они с женой усыновили сироту. Боже, пошли им здоровья. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Прочитал очередной текст вашей передачи. Ну зачем в каждой передаче цитировать или говорить нечто оскорбляющее православную церковь? Выглядит это, как совершенно сознательный, одержимый сатанизм. Желание при каждом случае так или иначе лягнуть. Ну, пишет какая тут дура, что ей не нравится, необходимое, кстати, для отпугивания бесов каждение. И лебеди у патриарха не нравятся. Но зачем читать это вслух всему свету? Ну, не веришь, не верь. А зачем об этом говорить? Зачем это показывать? Мало ли, вот многие, и я в том числе, не очень верят в существование иных галактик, и вообще в адекватность науки как таковой. Ну и что? Надо и нам об этом кричать каждую минуту и на каждом углу. Почему воинствующий атеизм является, на мой взгляд, продолжает автор, не просто псевдорелигией, а именно сатанизмом? Потому что это идеология отрицания. Язычество, к которому восходит классическая демократия, отрицало единого Господа, но не лишало людей права верить во что им нравится, не доказывало им, что их кумиры дерьмо. А вот современная безбожная идеология – это стремление опошлить, очернить, высмеять без какой-либо позитивной программы. Чистый негативизм. Повторяю, раз сам смысла жизни не знаешь, раз не можешь доказать даже элементарных вещей, вроде того, счастливее ли человек, пользующийся евротуалетом, того, кто ходит по нужде во двор, так остав верующих людей в покое, не оскорбляй их чувства, раз ты либерал. Так заканчивается это письмо. Автор просит огласить его без всякого сопровождения, что я и делаю. Радио «Свобода» у микрофона Анатолий Стрелян и с передачей «Ваши письма». Пишет господин Скрипин. Только недавно узнал от своей русской знакомой о том, как она стала русской. Застольный разговор зацепился за несколько раз упомянутую ею чухонскую родню. Оказалось, что весь ее род по материнской линии, кариэлы, обитавший в местах со смешанным кариэло-финским населением. По словам моей знакомой, разница между финским языком и карельским примерно как между польским и белорусским. И вот где-то в сороковых годах прошлого века, после Советско-финской войны, местные советские власти всерьез взялись за обособление приграничного населения от буржуазной Финляндии. В селах это делалось так. Сразу же, вплоть до угрозы высылки, было запрещено всякое употребление как карельского, так и финского языков на людях, на улице, в магазине, не говоря уже о колхозных собраниях. Только русский. А чтобы хитрые чухонцы не употребляли финские языки в домашних условиях, была введена специальная должность уполномоченного на сельском языке слухача. Этот слухач подкрадывался к избам и слушал, на каком языке общаются между собою семьи. Если на карельском, что считалось хоть и предусудительным, но простительным, дело ограничивалось матюками председателя колхоза. А вот если ловили на финском, действительно высылали. В результате карелы с финнами заговорили по-русски, хотя мама моей знакомой до конца своей жизни выражалась примерно так. Вот ты раньше была хорошевая девочка, а сейчас стала злавая. И до конца жизни не любила москалей, все ждала, что к чему-то придерутся и куда-то вышлют. Закончили тему мы следующим образом. Я сказал, Катя, вы не переживайте, не только москали вам подсуропили, но и вы москалям, ибо знаменитая русская береза на самом деле не русская, а финская. У славянских племен священным деревом всегда был дуб. Я имею, что добавить к этому письму как еще живой свидетель. Слухачество было важнейшим из институтов советской власти вплоть до Горбачевской перестройки, то есть до середины 80-х годов прошлого века. Русификация, постепенное превращение всех народов Советского Союза в русских шло двумя путями. Первым надо признать то, что мы вправе назвать естественным обрусением. Русские составляли большинство жителей страны, на русском говорило ее руководство, русский был языком межнационального общения и в тех условиях совершенно необходимым. Русская культура была сильнее всех, но этого в Москве было мало. Обрусение осуществлялось как особая политика, частью открытая, грубая, принудительная, частью скрываемая, более или менее тонкая. Помню, как 7 ноября в 80-м году слушал Федора Трофимовича Маргуна по случаю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Дело в Полтаве в областном театре, торжественное заседание. Маргун первый секретарь Полтавского обкома партии, по нынешнему губернатор, член ЦК КПСС, московского руководства, депутат Верховного Совета СССР, известный в стране человек. После торжественного заседания и концерта гуляем по ночной Полтаве. Я спрашиваю, почему вы делали доклад на русском языке? Перед этим мы ездили с ним по области и везде, в том числе на районных собраниях. Он говорил на своем и всех присутствовавших родном языке, на украинском. А если бы я прочитал этот доклад тоже на украинском, меня бы уже завтра здесь не было, ответил он мне в Полтаве. Слово «слухачи» в нашем разговоре не прозвучало, не буду выдумывать, тогда в ходу было другое слово, похожее как по смыслу, так и по звучанию. «Стукачи». Есть одно явление огромной исторической важности, трагическое явление, которое может причинить России неприятности тоже исторического масштаба. Практически все русские, всех состояний и политических колеров, грамотные и малограмотные, образованные как европейские, так и азиопские, старые и молодые, мужчины и женщины. Все они не отдают себе отчета в том, что существовала не только естественная, но и принудительная русификация. Еще меньше сознают, что память о ней не выветрилась ни у кого, кто испытал ее на себе, ни у одного самого маленького народа, пусть он уже начисто забыл родной язык. Вот читаю. «Пишет русский, москвич, демократ, каким он себя считает, да горней волос, высшее образование. Наши языки, пишет он на русском и украинском, наши культуры так и тянутся друг к другу, они просто хотят переплестись, насытить друг друга. Как же можно разрывать это богатство? Какую войнищу мы вытащили на паях с братским народом? Сколько всего вместе пережито? И как же так вышло, что сейчас мы врозь между Белгородом и суммами госграница, дурной сон какой-то, граница между почками и печенкой? Автор этих строк человек, безусловно, искренний, влюблен в Украину, в украинство, но ему не приходит в голову, что русский и украинский языки отнюдь не просто хотят переплестись, а их принудительно переплетали и переплели настолько успешно, что украинский оказался у последней черты. И если бы Советский Союз продолжал существовать, кто к сегодняшнему дню от этого языка могли остаться одни воспоминания? Русификация продвигалась очень быстро, темп нарастал и продолжает оставаться высоким, потому что принудительная русификация, по крайней мере, со стороны Москвы прекратилась, а естественно это свое дело делает. Взаимное насыщение это красивая, но глупая или лукавая выдумка. Ничего подобного не было и быть не могло, а было вытеснение русским, украинского и многих других языков. И это понятно, ведь за русским стояла великая и живучая империя с очень сильной культурой. Можно признавать неизбежность происходившего и происходящего, но отрицать это, или того хуже, не держать этого в голове, как автор приведенных мною строк, такое общее настроение не может не порождать соответствующую политику, а такая политика до добра не доводит. Это политика доминирования, преобладания над нерусскими, как внутри России, так и в ее ближнем зарубежье. Быть демократом, образованным, вроде бы современным человеком и называть дурным сном независимость Украины, произносить это вслух, то есть не видеть в своих мыслях и речах ничего плохого, не понимать, что это вообще-то самоубийственные мысли и речи. Поистине, люди не ведают, что говорят, а значит, и не ведают, что творят, не сознают, что порождают своими речами, какой отпор вызревает в народных глубинах тут и там, в многонациональных глубинах России и у нее под боком. Следующее письмо. Хотелось бы написать по поводу обвинений российских лидеров в клептомании, а российского режима в том, что он представляет собой клептократию, власть казнокрадов и просто воров. Возникает простой вопрос, ведь деньги инструмент для чего-то. Очевидно, что личное благосостояние, точнее, личное потребление человека, имеющего 10 миллионов долларов, принципиально не отличается от положения человека, имеющего миллиард. Уж тем более жизнь, имеющего 20 миллиардов, никак не отличается от жизни, имеющего 2 миллиарда. Больше полукилограмма икры в день при всем желании не съесть, да и одной икрой питаться нельзя. Даже коллекционного шампанского больше, чем влезет, не выпьешь, пока не допьешься до белой горячки, а тогда для кайфа хватит и глотка. А Абрамович с Прохоровым замечены в вульгарном строительстве гигантских яхт и покупке замков. Не поверить, что люди из окружения Путина миллиардеры ни в чем похожим они не замечены. К тому же замки, принадлежащие богатым людям, повышают вес страны. Раз деньги инструмент для чего-то, то в случае с тем же российским руководством они, вероятно, используются для укрепления мощи и влияния страны. Поэтому, на мой взгляд, продолжает автор, даже если под контролем у лиц из окружения ВВП огромные суммы, это не должно нам мешать видеть в них государственников. Ясно, что они и суммы не используются и не могут использоваться для личного потребления. Эти люди заботятся о благе и влиянии российской державы, так, как они себе его представляют, говоря высокими словами, для исполнения своего долга перед Господом в этой жизни. Выскажусь и про их религиозность, пишет автор. Удивительно банальная мысль. Вот вы, наверное, априори считаете, что люди типа Януковича или Путина верующие чисто формально. И вам, вытеснившим на второй план в мозгу тему смерти, ада и рая, не приходит в голову элементарная мысль. Ключ к вере, ведь именно в том, что нас ждет после смерти. И то, что премьер России или президент Украины, один выходить из КГБ, другой из зоны, нисколько не означает, что ни тот, ни другой не может точно так же, как простой раб Божий шофер Иван каждый день часами думать о смерти и о том, что с ним будет после нее, где окажется, с кем встретиться. Это относится и к олигархам, и к бандитам точно так, как ко всем нам грешным. Поэтому я лично никаких оснований сомневаться в искренности христианской веры того же Януковича или Путина, да и кого угодно, не вижу. Здесь автор ставит точку. На зоне вообще много верующих. Не случайно именно там появилась знаменитая «Бог не фраер», хотя судеверных еще больше. Много верующих и ежедневно кающихся, и кающихся совершенно искренне, со слезами на глазах и в душе, среди любвеобильных женщин, особенно профессиональных блудниц. Встречались и встречаются истинные и даже истовые государственники среди вороватых и даже разбойных вельмож, среди великих казнокрадов. Классический пример такого князь Меншиков. Казнокрад, каких поискать, и одновременно крупнейший славный государственник, отчего Петр и ограничивался тем, что время от времени ломал об него палки, а не рвал ноздри и не вешал. Соображение этого слушателя о том, что награбленные высшим российским чиновничеством капиталы служат общему делу, тоже отчасти согласуются с действительностью. Давно установлено, и мы не раз об этом говорили, вызывая недовольство, а то и ярость некоторых слушателей, что благосостояние большинства населения любой страны зависит не от способов распределения всего наличного богатства, а от его общего объема. Нищий в США богач по сравнению с индийским мужиком. Это служит важным доводом против мечтания и потух социализма, хотя явственен и привкус цинизма. Дело однако в том, что неправедное или кажущееся таковым богатство частных лиц, особенно правительствующих, сильно раздражает население, усиливает народную зависть и может приводить к социальным потрясениям, праведные капиталы часто используются не так толково, как праведные. Не всяк тщательно считает шальные деньги. Привет, Анатолий Иванович, следующее письмо. Вот, читая по возвращении с работы новости, обратил внимание на интересный факт. Премьер-министр Исландии госпожа Йохана Сигурдар Доттир первая в мире официальная лесбиянка на посту такого уровня. Она живет, как у них говорится, в регистрированном партнерстве с женщиной, а не с мужчиной. Конечно, тайные мужеложцы и лесбиянки бывали в прошлом и среди коронованных особ, но никто из них не признавался в этом официально, то есть не гордился своим образом жизни, не объявлял его примером для подражания. Конечно, вулканы в Исландии и других местах извергались и раньше, только вот вопрос глобальных последствий. С нынешним извержением сопоставимо только извержение Крокотау, вызвавшее холодное лето и голод в позапрошлом веке. Случилось сие, кстати, в расцвете идеологии просвещения и в эпоху наполеоновских войн. Для меня, как православного человека, налицо предостережение Господа. Ну и в рамках светской идеологии тоже стоило бы задуматься, да просветит тебя Господь. Если бы автор этого письма не поставил здесь точку, он мог бы вспомнить знаменитое пророчество Александра Блока. Я говорю о его поэме «Возмездие». В одиннадцатом году он предсказал неслыханные перемены, невиданные мятежи. В его воображении их предвещало все, что происходило тогда в мире, в душах людей, и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне. Не это ли можно сказать о многих людях, пишущих сегодня на радио «Свобода», заполняющих своими стенаниями виртуальное пространство. Блок упоминал и первый взлет аэроплана, и кометы грозные и хвостатые, ужасный призрак в вышине, наконец, безжалостный конец Мессины. Это землетрясение, которое в восьмом году уничтожило итальянский город Мессину. Тогда погибло восемьдесят тысяч человек. Первыми на помощь выжившим кинулись русские военные моряки и стоявшие неподалеку на якорях Балтийской эскадры. Любопытно, что в том же одиннадцатом году еще один человек предсказал невиданные мятежи, а именно Вторую русскую революцию. Назвал и год, семнадцатый. Это был сидевший тогда в русской тюрьме польский революционер Феликс Дзержинский, будущий соратник Ленина, чекист номер один, Железный Феликс. На волнах Радио Свобода закончилась передача Ваши письма. У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Редактор субтитров А.Семкин